Крейсер «Аврора» — уникальный корабль, который пережил три войны, две революции. Его механизмы демонстрировали чудеса надежности, а люди — чудеса героизма. Насыщенный событиями боевой путь дал основание советскому правительству для оставления легендарной боевой единицы в качестве музея. Сейчас крейсер «Аврора» в Санкт-Петербурге — один из самых красивых и узнаваемых памятников второй столицы России. Визит на борт «Богини» — незабываемое событие, которое понравится туристам всех возрастов. Создание и строительство. История самой известной единицы отечественного флота началась в конце XIX века. В 1895 году в кораблестроительную программу императорского флота Российской империи были внесены изменения, в соответствии с которыми предполагалась постройка третьих крейсеров так называемого «коропасного» типа с бронированной палубой, скошенной к бортам. «Аврора» стала третьим кораблем проекта «Диана». Начало первых работ на стапеле было положено осенью 1896 года. Имя корабля была выбрано лично царем Николаем II в честь древнеримской богини Зари. Официальная церемония закладки была проведена 4 июня 1897 года в присутствии генерала-адмирала князя Алексея Александровича. Спуск крейсера на воду состоялся 11 мая 1900 года при участии царицы Александры Федоровны и вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Далее, в течение трех лет продолжалась достройка «Авроры» на плаву. После длительных испытаний 16 июня 1903 года новый корабль вошел в состав флота. Боевой путь крейсера. Еще до завершения испытаний на «Авроре» был получен приказ, в соответствии с которым «Богиня» начала подготовку к переходу на Дальний Восток. Вместе с броненосцем, ослябя, и несколькими миноносцами крейсер успел дойти до Джабути, а после, в связи с началом войны, с Японией возвратиться на Балтику. По прибытии, корабль вошел в состав второй Тихоокеанской эскадры. В составе этого соединения «Аврора» обогнула Африку и Азию и приняла участие в Цусимском сражении. В начале боя «Богиня» прикрывала транспарты от нападения эскадр японского флота. В течение нескольких часов крейсер маневрировал и избегал попаданий вражеских снарядов. Позже «Аврора» раза попадала под перекрестный огонь японских кораблей, но экипаж под руководством капитана Е.Р. Егорьева умело чинил повреждения и уходил из-под носа у неприятеля. Когда прорыв во Владивосток стал невозможен, корабль в составе отряда контр-адмирала Инквиста ушел в Манилу, где был интернирован американскими властями. В Цусимском сражении на крейсере было убито 10 человек и ранено 80. Обратите внимание, за время боя с Гафеля «Авроры» шесть раз падал флаг, но каждый раз отважные матросы и офицеры возвращали его на мачту. Единственным офицером, который погиб на корабле, был его капитан, Е.Г. Егорьев. После окончания русско-японской войны «Аврора» вернулась на родную Балтику. До 1909 года «Богиня» числилась в резервы. После выходила в несколько плаваний. Во время Первой мировой войны крейсер прикрывал тралине и установку мин, а в 1917 году стал на капитальный ремонт. Именно во время проведения работ по замене и восстановлению механизмов, экипаж корабля принял участие в Октябрьской революции. Ночью 24 октября 1917 года корабль подошел к Николаевскому мосту, электрики с «Авроры» свели его и обеспечили беспрепятное движение рабочих. На следующий день в 21 час 45 минут баковое орудие корабля дало выстрел, который стал сигналом к началу штурма Зимнего дворца. Между двумя мировыми войнами, в 1922-1923 годах «Аврора» была отремонтирована, а в 1928 году превращена в учебный корабль. В межвоенный период крейсер несколько раз совершал походы в иностранные порты и снимался в кино, был награжден Орденом Красного Знамени, как корабль, с которого началась революция. Во время ВОВ. В июне 1941-го все курсанты с «Авроры» ушли на фронт, а корабль был включен в состав ПВО Кронштадта. Орудие с легендарного крейсера перевезли на берег, в район Дудергофа. Батарея «А», в составе которой были пушки, оборонялась до последнего снаряда, восемь дней дралась в окружении, но задержала наступление немецких войск на Ленинград. Оставшаяся на корабле команда обороняла главную базу Балтийского флота, и за время войны сбила один вражеский бомбардировщик. С 1945 до наших дней. После окончания блокады Ленинграда «Аврора» была поставлена на капитальный ремонт. В 1948 году крейсер встал на вечную стоянку на Большой Невке. До 1961 года на нем жили нахимовцы. В 1950 году на корабле был открыт музей, который работает до сих пор. Дополнительная информация. 7 ноября 1967 года, в 50-ю годовщину Октябрьской революции, ровно в 21 час 45 минут, баковое орудие корабля произвело выстрел. Это событие ознаменовало закрепление огромного значения корабля в отечественной истории. В 1984-1987 годах корабль прошел реконструкцию, в ходе которой был заменен оригинальный корпус на ноф отдельный. Еще один капитальный ремонт был проведен на крейсере в 2014-2016 годах. В общей сложности 115 лет, богиня, служит России в качестве боевого корабля и музея. В 2018 году по решению Международного комитета туристической привлекательности крейсер попал в список особых туристических объектов России. Часто путешественники задаются вопросом, где в Питере находится «Аврора». Адрес музея звучит просто «Петроградская набережная». Телефон для справок – 8-812-607-49-22. Музей космонавтики в Санкт-Петербурге Чтобы добраться до учреждения стоит воспользоваться поездами метро «Красный» или «Синий веток». От станции «Площадь Ленина» и «Горьковская» нужно сесть на трамвае номер номер 3, 6 или номер 40, а также на автобус номер 49 и доехать до остановки «Улица Чапаева». Последний ходит из центра города – Сневского проспекта. Альтернативным маршрутом может стать поездка на трамваях номер номер 3, 6 или номер 20 до остановки «Улица Комсомола» и 20-минутная прогулка до памятника по Пироговской набережной и Сампсоньевскому мосту. В пешеходной доступности от «Богини» расположены Финляндский вокзал, Петропавловская крепость, ботанический сад, парк, Марсово поле. На заметку. Чтобы видеть «Аврору» из своих окон, можно поселиться в одной из близлежащих к музею гостиниц. Всего в 200 метрах от корабля расположено три отеля категории «3 звездочка» и «4 звездочка». Для молодежи и путешественников, которые желают сэкономить, рядом с памятником истории функционирует хостел. Цена проживания в нем составляет всего 600-800 рублей с человека в сутки. Музей динозавров в Санкт-Петербурге «Аврора» является филиалом Центрального военно-морского музея Российской Федерации. Легендарный боевой корабль российского и советского флотов открыт для посещения с 11 часов до 18 часов. Касса функционирует с 11 часов до 17 часов 15 минут. Выходные в музее – понедельник и вторник. Режим работы учреждения не предусматривает каких-либо перерывов посреди рабочего дня. Входной билет в музей взрослым гражданам РФ и стран СНГ обойдется в 400 рублей, для детей, студентам и пенсионерам – в 200 рублей. Для взрослых иностранцев тикет будет стоить 700 рублей, для малышей и учащихся вузов – 400 рублей. При заказе экскурсии на русском языке для группы иностранных граждан численностью свыше 5 человек к цене билета прибавляются 400 рублей, на английском – 500 рублей. Для россиян и туристов из стран СНГ – 250 для взрослых и 200 рублей для пенсионеров и студентов. Звездочка Те, кто желает индивидуально обозреть корабль и услышать множество интересных фактов о нем, могут заранее договориться об авторской прогулке с опытным экскурсоводом. Цена такой услуги – 2000 рублей. Звездочка для групп численностью 10-20 человек Администрация музея предлагает тематические интерактивные программы, принятие присяги, музыкальный вечер, день рождения в музее. За их организацию сотрудники учреждения просят оплату в размере 3000 рублей в час. Важно! Профессиональное фото и видеосъемка на «Авроре» может проводиться только в сопровождении сотрудника музея. За ее проведение нужно будет отдать 5000 рублей. Такая же сумма требуется для получения разрешения на изготовление видео и фото в исторических костюмах на борту корабля при проведении торжеств, свадеб, дни рождения. Эрмитаж в Санкт-Петербурге внутреннее пространство крейсера разделено на семь залов. Первый расположен в помещении бывшего карцера и боцманского кубрика. В нем на обозрение посетителей выставлены картины, на которых изображен корабль, флаги, авроры, разных времен и диорама. На последней отображены все корабли, участвовавшие вместе с богиней, в событиях октября 1917 года. Второй зал находится на месте батарейной палубы и примыкавших к ней кубриков матросов. В его витринах экспонируются личные вещи членов экипажа крейсера, предметы быта, а также шпили, при помощи которых выбиралась цепь и поднимался якорь со дна моря. Третий зал посвящен развитию отечественного флота на рубеже XIX-XX веков, походу на Дальний Восток второй Тихоокеанской эскадры, Цусимскому сражению и модернизации крейсера после русско-японской войны. В четвертом зале показаны вещи, которые иллюстрируют историю «Авроры» с 1914 до 1939 года, в частности, фотографии, карты походов, богини, по морю, исторические документы, образцы формы офицеров и матросов. Пятая экспозиция знакомит гостей с участием корабля в Великой Отечественной войне. Большую ее часть занимают фото крейсера, сделанные в 1941-1945 годах. В специальных стендах установлены манекены матросов-балтийцев, которые сошли с «Авроры» и воевали на суше. Шестой зал занимают подарки, врученные кораблю и его за 115 лет службы. Среди них особо выделяются эмблема начальника штаба ВМС США и знак командующего вспомогательными судами ВМФ Великобритании. Седьмая экспозиция представляет собой восстановленную до первоначального вида корабельную церковь «Авроры». Кроме того, в нем развешаны фото и картины, на которых изображены морские соборы Санкт-Петербурга и Кронштадта, Никольский и святителя Николая Чудотворца. Официальный сайт крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге. На интернет-ресурсе посетители могут ознакомиться с приискурантом услуг учреждения, узнать телефон, по которому можно заблаговременно заказать экскурсии по кораблю, получить информацию о передвижных выставках Центрального военно-морского музея, просмотреть фото памятника истории, сделанные в различные годы его службы. Тем, кто очень хочет приехать и полюбоваться легендарным кораблем, но не имеет такой возможности, понравится новый проект музея, виртуальная экскурсия. Посетить ее можно по ссылке. Интернет-страничка позволяет при помощи график, фотографии и панорама смотреть все открытые для путешественников места крейсера. Графа, в которой можно выбирать для обозрения любые уголки «Авроры», размещена в левом верхнем углу сайта. Обратите внимание, по ссылке виртуальной экскурсии размещены панорамы лазарета, зала истории корабельной медицины, машинного и котельного отделений. Эти помещения не значатся в списке открытых экспозиций музея, но их обзор понравится любителям истории России. 115-летний крейсер – это один ярчайших из символов Ленинграда. Уже 70 лет, «Аврора» и «Питер неразлучны», так как «богиня» прекрасно дополняет великолепный облик северной столицы России. Звездочка цены актуальны на август 2000.